Добрый день! Сегодня у нас с вами урок алгебры по теме стандартный вид числа. В задачах по физике, а также и по химии мы встречаемся с вами как с очень большими числами, так и с очень маленькими числами. Эти числа не очень удобно записывать и не очень удобно читать. Поэтому математики и физики пришли к единому оформлению этих чисел, то есть к стандартной записи числа. Для того, чтобы понять, что такое стандартная запись числа, нам для этого с вами понадобится вспомнить степени числа 10. То есть, что такое 10 в степени n? Это число, записанное одной единице и количеством нулей n. Также нам с вами придется вспомнить умножение чисел на 100, 10, 1000. Как их можно записать в виде произведения числа и числа 10 в степени, мы с вами видим на экране. Степень числа 10 зависит от количества нулей в числе. Таким же образом мы можем с вами записать и деление чисел на 100, 10 и 1000 и так далее. И опять-таки степень числа зависит от количества нулей в делителе. Что же происходит при умножении десятичных дробей на число 10, 100 и 1000? При умножении десятичных дробей у нас запятая двигается вправо. Таким же образом мы с вами можем записать произведение десятичной дроби на 10, 100 и 1000 при помощи степени числа 10. И опять мы с вами видим, что степень числа 10, показатель, равен количеству нулей в числе, на который мы должны умножить. При делении десятичных дробей на 10, 100 и 1000 запятая двигается влево. Таким же образом мы с вами можем записать это деление при помощи обыкновенных дробей, но это слишком трудоемкий и долговременный процесс. Поэтому мы можем с вами записать деление, применив свойства степеней числа 10. И в результате у нас получится, обратите внимание, у нас количество нулей опять показывает степень. Но что показывает минус? А минус показывает то, что мы с вами деление, во-первых, заменили на умножение, а во-вторых, минус можно рассматривать как движение влево запятой. То есть мы с вами можем сказать, что любое натуральное число или конечную положительную десятичную дробь мы можем записать в виде произведения числа и степени числа 10, где само число должно быть записано в пределах от единицы включительно до 10, а степень числа 10 будет любое целое число. Такая запись числа будет называться стандартной записью числа, стандартный вид числа. Само показатель степени числа 10 будет являться порядковым числом А. Итак, давайте с вами более подробно рассмотрим примеры записи чисел в стандартном виде. Нам нужно записать число 5600 в стандартном виде. Видим, что первая значащая цифра это 5, поэтому мы ставим запятую после пятерки. И обращаем внимание, что у нас после запятой 3 знака. Для этого мы будем умножать число на 1000, так как нам нужно его увеличить. Три знака, три нуля. Теперь в результате мы можем записать число 1000 в степени числа 10. Получится число 5,600 на 10 в третьей степени. Обратите, пожалуйста, внимание, что в числе 5,600 есть незначащие цифры. Это последние два нуля. Поэтому мы их можем отбросить и записать число как 5,6 умножить на 10 в третьей степени. Рассмотрим с вами десятичную дробь. 0,57. Первая значащая цифра это 5, поэтому запятую ставим после пятерки. Перенос знаков двигается у нас вправо, ровно на 3 знака. То есть мы будем 5,7 участвовать и использовать и 1000. А что же мы будем делать с 5,7 и 1000? Так как мне из 5,7 нужно получить число меньше, поэтому мы будем делить. Теперь записываем число 5,7 делить на 10 в третьей степени. Ну и так как у нас стандартный вид числа записывается в виде произведения, а мы с вами помним, что мы можем деление заменить умножением. Для этого нужно просто степень числа 10 возвести в отрицательную степень. В результате у меня получается 5,7 умножить на 10 в минус третьей степени. Давайте с вами более подробно рассмотрим примеры, какие у нас встречаются у нас в учебнике. Итак, запишите число в стандартном виде, укажите порядок числа. Помним с вами, что порядок числа – это показатель степени числа 10. Итак, первое число – 27,4. Первая значащая цифра – это 2, поэтому мы число запятую ставим после двойки. Запятая у нас сдвигается влево на один знак. Для того, чтобы 2,74 записать в виде 27,4, мне нужно это число умножить на 10 в первой степени. Степень числа 10 равна 1, поэтому порядок числа равен 1. Следующий пример. Видим, что мы можем с вами запятую перенести вправо на 1,2,3. 4 знака. Получается 1,3 умноженный на 10 в минус четвертой степени. В результате порядком числа будет являться минус 4. Следующее число – 9835. Итак, первая значащая цифра – это 9. Ставим запятую после девятки. Запятая переносится влево на 3 знака. 3 знака, поэтому степень числа 10 будет равна 3, и порядок числа будет тоже равен 3. Рассмотрим следующее задание. В таблице приведены расстояния от Солнца до 4 планет Солнечной системы, записанные с использованием стандартного вида числа. Запишите те же величины в километрах без использования стандартного вида числа. Итак, рассмотрим более подробно первый пример, где у нас расстояние до Меркурия. 5,791 умножить на 10 в седьмой. У нас получается 57,910,000. Итак, откуда же взялось это число? Обратите внимание, что в стандартной записи числа после запятой 3 знака, а степень числа 10 у меня равна 7. Поэтому я из 7 вычитаю 3 знака, у меня получается 4. В результате к числу 5791 у нас приписывается 4 нуля. Получается 57,910,000. Итак, следующий пример – это Юпитер. То есть рассуждаем следующим образом. Таким же. У меня в записи стандартного числа после запятой 3 знака степень числа 10 – 8. 8 минус 3 у меня получается 5. То есть к числу 7785 мы приписываем 5 нулей. В результате у меня получается 778,500,000. Рассмотрим следующее задание. Гора Чегори является второй по высоте горой в мире. Ее высота составляет 8,641 метр. Эта гора расположена на границе КНР и Пакистана. Как эта величина записывается в стандартном виде. Итак, записываем 8,641 метр. Первая значащая цифра 8, поэтому запятую ставим после восьмерки. После запятой у нас 3 числа, 3 знака остается. Поэтому у нас степень числа 10 будет 3. Итак, в результате у нас получается 8,641 умножить на 10 в третьей степени. Эльбрус – самая высокая горная вершина в России, расположенная на Кавказе. Высота Эльбруса составляет 5,642 метра. Как эта величина записывается в стандартном виде? Записываем 5,642 метра. Первая значащая цифра 5. Запятая будет после пятерки. После запятой 3 знака. Поэтому степень числа 10 будет 3. Итого у нас получается 5,642 умноженное на 10 в третьей степени. Итак, следующая задача представлена на итоговой аттестации в 9 классе. Расстояние от Юпитера, одной из планет Солнечной системы, до Солнца равна 778,1 миллиона километров. Как эта величина записывается в стандартном виде? Записываем 778,1 умноженное на 10 в шестой. Откуда взяло с 10 в шестой? 10 в шестой – это миллионы. В миллионе у нас 6 нулей, поэтому получается у десятки шестая степень. Теперь рассматриваем число 778,1. Первая значащая цифра – это 7. Поэтому мы сдвигаем запятую влево на 2 знака. И в результате получается 7,781 умножить на 10 в квадрате сдвиг запятой влево на 2 знака и умножить на 10 в шестой – миллионы. В результате, используя свойства умножения степеней при показателе складываем, у нас получается 7,781 умножить на 10 в восьмой степени. Следующая задача также представлена на итоговой аттестации в девятом классе. Расстояние от Нептуна одной из планет Солнечной системы до Солнца равна 4450 миллионов километров. Как величину записать в стандартном виде? Действия все те же самые, как и в предыдущей задаче. Записываем число 4450 умноженное на 10 в шестой при помощи степени числа 10, так как миллионы. В результате рассматриваем число 4450. Первая значащая цифра 4. Запятая будет после четверки. Итого после запятой у нас 3 знака будет. Поэтому у нас получается 4,450 умножить на 10 в третьей степени. Умножить на 10 в шестой, это миллионы, не забываем. И опять применяем свойства умножения степеней. Получается 4,45 умножить на 10 в девятой степени. В числе 4,450 последняя цифра 0, она незначащая, поэтому мы ее отбрасываем. Ну и еще один пример. Найдите значение выражения 0,005 умножить на 50 и умножить на 50 тысяч. Это выражение очень легко найти, применив опять-таки стандартную запись числа. Первое число 0,005 записываем с помощью стандартного вида числа. Получается 5, умножить на 10 в минус третьей степени. Запятая двигается вправо на 3 знака. Дальше 50 мы представляем в виде произведения пятерки и 10 в первой степени. А 50 тысяч 5 умножить на 10 в четвертой степени. Далее поступаем следующим образом. Перемножаем все натуральные числа. 5 умножить на 5 и умножить на 5. Получается у нас 125. А дальше применяем опять свойства степеней. При умножении показателей складываем. Складываем минус 3 плюс 1 плюс 4. В результате получается 10 в квадрате. И переходим от теперь записи степени числа 10. Переходим к самим числам. В результате у нас получается 125 умножить на 100. Ну и в итоге перемножаем и получается 12500.